Всех приветствую, мои дорогие! Забежала сегодня буквально на 5 минут фикс прайс. И сейчас хочу показать, что я там успела взять. Я шла туда конкретно за наушниками в первую очередь. Вот такие наушники. Я такие одни купила для своей дочки, а сегодня зашла, купила для подружки дочки, которая очень любит кошек. И я думаю, что ей будет приятно на 8 марта в качестве одного из подарочков получить вот такие милые наушники. Потому что наушниками она тоже пользуется. Я сегодня была в другом магазине фикс прайс, не в котором в тот раз была. И вот просто написали мне, что не везде они есть. Вот я уже во втором магазине их увидела. И сегодня помимо вот таких наушников, были еще наушники вот здесь, где кошка был монстрик нарисован, а на самих... Вот где здесь лапка, на самих наушниках, там был кружок и как вот лицо инопланетянина или привидение, что-то такое. То есть я так понимаю, что это мальчиковый вариант. Ну, мне только для девочки было нужно. Поэтому я взяла вот такие с кошками. Стоили они 55 рублей. Затем я еще купила тоже... За этим я тоже как бы забежала. Второго вот такого лебедя, как вы видите, вот один у меня есть. Я в тот раз покупала. И я сюда складываю какие-то блески. У меня тут и маркер, и блеск стоит, и карандаш. Иногда помады сюда ставлю. Вот, видите. И я в пару к этому лебедю решила прикупить еще одного. Потому что мне кажется, что красивее, когда два лебедя стоят. Ну и обычно лебеди ассоциируются с парой лебедей. И мне захотелось иметь все-таки двух лебедей. Вообще, это подставка под горшок. Но я, как уже показала, использую как подставку для косметики. Еще в магазине наподобие таких были в виде китов и в виде кошек сегодня. Но мне у этих казалось самым подходящим дно для того, чтобы поставить какие-то бальзамы или карандаши. И кисточки сюда можно поставить. По-моему, 50 рублей стоил. У меня чек не сохранился. Поэтому я, к сожалению, точно не могу сказать, 50 или 55 рублей стоил. Затем я купила вот такие варежки для сына. Непромокаемые варежки. Если они ему окажутся большими, то полежат. Пока рука не подрастет. Стоили 99 рублей. Там были еще детские такие варежки, но они были на возраст 3-5 лет. У меня сыну 7-й год. И он у меня такой достаточно крупный. Выглядит старше своих лет. Поэтому вот я уже взяла во взрослом разделе. Потому что именно на его возраст не было варежек. Вот такие варежки. И еще взяла я сладости. Первое это вот такое идет печенье, карамель, изюм, арахис. Вот так вот выглядит упаковка. Вот так. Тоже я не знаю, 50 или 55 рублей стоила, потому что не было танцейников. В этой упаковке вот такие вот конфеты или печеньки. Вот так вот выглядит. Но здесь написано печенье. Давайте откроем. Я вам покажу, как внутри выглядит. Мне понравилось на вкус. Вот так вот выглядит внутри. И давайте отломим, покажу. Вот так. Чем-то совсем отдаленно Твикс напоминает. Ну, знаете, вкусные действительно. И второе, что я вам хочу показать. Взяла тоже на пробу. Первый раз берем. По-моему, 55 рублей стоило. Вот. Такой вот зефир клубничный десерт. Там еще такой был с киви. Так. Меня уже все разобрали. Я вот оставила штучку. Показать вам. Вот. Как вы видите, здесь 8 вот таких вот десертиков. И вот так внутри выглядит. Внизу как печенье. А сверху клубничная такая масса. Мягкая, вкусная. В следующий раз возьму еще с киви такой попробовать. Просто клубнику у нас дома точно все любят. А вот насчет киви я не уверена. И вот такие были у меня небольшие покупочки в магазине Фикс Прайс. Потому что забежала я буквально туда на 10 минут. И это было все видео. Всем огромнейшее спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok